Здравствуйте, дорогие телезрители! Сегодня, 1 июля, Православная Церковь совершает празднование Боголюбской иконе Пресвятой Богородицы. Боголюбская икона Божией Матери – одна из древнейших чудотворных икон России, написана в XII веке по просьбе благоверного князя Андрея Боголюбского в память о явлении ему Божией Матери. В 1155 году благоверный князь Андрей, переселяясь из Вышгорода в Суздальскую землю, взял с собой чудотворный образ Божией Матери, написанный евангелистом Лукою. В последствии эта икона получила наименование Владимирской. В семи верстах от Владимира лошади, везшие киот с чудотворной иконой, остановились и не могли тронуться с места. Благоверный князь Андрей просил сопровождавшего его священника Николая совершить молебен перед иконой Божией Матери и долго со слезами молился перед чтимым образом. Затем он перешел в походный шатер, но не прекращал усердной молитвы. В это время ему явилась Пресвятая Богородица со свитком в правой руке и повелела благочестивому князю образ ее, принесенный из Вышгорода, поставить во Владимире, а на месте ее чудесного явления построить храм и святую обитель. Потом она молитвенно подняла руки к небу, принимая благословение Христа Спасителя, который явился в это время над землей, благословил ее, и видение исчезло. Исполняя повеление, благоверный князь Андрей заложил на указанном месте каменную церковь в честь Рождества Пресвятой Богородицы, где образовался и монастырь. Затем святой князь призвал искусных иконописцев и просил изобразить Божию Матерь так, как видел ее в явлении, во весь рост со свитком в правой руке и ликом, обращенным к Спасителю. Когда строительство церкви было завершено, благоверный князь Андрей перенес в нее написанный образ и установил ежегодное празднование в честь явления Божией Матери 18 июня по старому стилю, которое утвердилось в Русской Церкви. Монастырь и город, образовавшийся вокруг обители, благоверный князь Андрей назвал Боголюбовым, потому что, по его словам, Божия Матерь возлюбила это место, а сам князь с тех пор стал именоваться Боголюбивым или Боголюбским. Чудотворная икона Божией Матери, принесенная из Выжгорода, впоследствии была перенесена из Боголюбова монастыря во Владимир, в Успенский собор, а явленная икона оставлена в Боголюбове и названа Боголюбской. В настоящее время икона принадлежит Владимира Суздальскому музею-заповеднику. Образ Божией Матери Боголюбской прославлен неисчислимыми чудотворениями на протяжении многих веков, являя благодатную помощь верующему русскому народу. Слава о чудесах и знамениях, совершенных от иконы, побуждала верующих людей во многих местах России обращаться к написанию копий с чтимого образа, которые со временем получили широкое распространение и восприняли благодатную силу чудотворений. Дорогие братья и сестры, сегодня также совершается память святых, мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула, преподобного Леонтия Канонарха Печерского в Дальних Пещерах, священномучеников Василия Смирнова, Александра Крутицкого, Василия Крылова и Сергия Кроткова-Пресвитеров, преподобномученика Никанора Морозкина. Празднуется обретение мощей святителя Виктора-Исповедника епископа Глазовского. Совершается празднование в честь чтимых списков с Боголюбской иконы Божией Матери, Зимаровская и Московская, а также с ретинья Пюхтицкой иконы Божией Матери, именуемой у Источника, и Коробейниковской, Казанской иконы Пресвятой Богородицы. Все, кто носит эти святые имена, я сердечно и тепло поздравляю с днем Тезаимеництва. Благожелаю вам мира, здравия телесного и спасения душевного. Пусть всемилостивый Господь по молитвам ваших небесных покровителей дарует свою неоскудивающую помощь во всех добрых делах и благих начинаниях. Будьте Богом хранимы, многое вам и благая лето!